Знать о спорте все, помнить каждую минуту решающего матча. Нет более преданных фанатов, чем спортивные журналисты. Как и все россияне, с замиранием сердца представители СМИ следили за ходом зимней Олимпиады. Итоги выдающегося события подвели на встречи спортивных журналистов Московской области. Своими впечатлениями делились знаменитые комментаторы. Некоторые из них освещали более 15 Олимпийских игр и отлично понимают, ввиду отстранения Российского Олимпийского комитета. Эти соревнования проходили в очень напряженной атмосфере. Что касается выступлений наших, я очень рад, что вот эти ребята, особенно конечно лыжники, Елена Вяльбе показала, что федерация может работать в таких условиях, но она работала и те все их достижения, пусть не первое место, но попасть в призеры на Олимпийских играх. Было очень тяжело на самом деле, потому что атмосфера была своеобразная, скажем так, она была нестандартная для соревнований, которые принято считать общим большим праздником спортивным. Хотел бы еще раз поблагодарить президента нашей страны, который вовремя принял решение о том, чтобы каждый должен принять для себя, хочет он ехать или нет. Очень важно, что мы не встали в такую горделивую позу. Олимпийский комитет ничто, мы выше олимпийского движения, они подлецы и все. Нет, мы выглядели мужественно, собрано и очень четко. И дали возможность, наверное, будущим поколениям спокойно наслаждаться и спокойно выступать под флагом России. За решающей схваткой сборных России и Германии по хоккею не наблюдал, наверное, только ленивый. А так, в 7 утра 23 февраля внимание всей страны было приковано к игре, которая, возможно, ляжет в основу фильма. Впервые с 1992 года наши хоккеисты взяли олимпийское золото. Учитывая победу российских хоккеистов на Олимпиаде, для встречи спортивных журналистов в Подмосковье была выбрана самая подходящая площадка – Ледовый дворец в городском округе Домодедово. Спортивный комплекс открыт совсем недавно, летом 2017 года, но на его базе уже работает хоккейная академия имени Вячеслава Фетисова. Так, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов отлично понимает значение преемственности, как и то, что для привлечения талантов профессиональный спорт надо сделать действительно доступным. Хоккей стал очень дорогостоящим видом спорта, особенно для семьи, где нет лишнего рубля. И мы здесь приняли решение, что у нас все дети занимаются бесплатно. Среди участников Олимпиады 32 спортсмена представили Московскую область и стали призерами в скелетоне, лыжных гонках, конкобежном спорте и фристайл. Ну а теперь Подмосковье готовится к другому крупнейшему событию – чемпионату мира по футболу 2018. К освещению события мирового масштаба планируют активно привлекать и региональные СМИ. Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева отметила, что в перспективе средства массовой информации должны больше внимания уделять освещению событий спорта и не только чемпионата мира по футболу. Недостаточно в СМИ представлена спортивная тематика. Не соответствует вот тому, той большой работе, которая в Московской области происходит. Мы готовы участвовать в развитии вот спортивной тематики и в развитии реально спорта на нашей подмосковной земле. Так, в регионе в ближайшее время планируют провести конкурс по спортивной журналистике, а в перспективе создать ассоциацию спортивных журналистов Подмосковья. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.